Почетное второе место среди других регионов республики. Таков итог работы участковых инспекторов Брещины за этот год. Показатель говорит сам за себя. Эффективность профессиональной деятельности наших милиционеров была ценена достаточно высоко и продолжает служить примером. Для того, чтобы достойно выглядеть на фоне своих коллег в целом по стране, сотрудникам профилактических служб органов внутренних дел Брестской области пришлось потрудиться. Об этом красноречиво говорят цифры статистики. Преступность на территории Брестской области уже на последние 5 лет на 10 тысяч населения у нас самая низкая в республике. Предпринятыми мерами нам удалось добиться снижения таких видов преступлений, как кражи, грабежи, мошенничество. И в общем преступность по линии уголовного розыска у нас снижена почти на 7%. Раскрываемость у нас тоже будем говорить один из лучших показателей в республике. Мы будем говорить на втором месте именно по раскрытию всех преступлений в республике. Более того, Бречино – пилотный регион, на базе которого осуществляется международный проект технической помощи, направленный на противодействие домашнему насилию. В его реализации участвовали сотрудники силовых структур Московского района города над Бугом, а также Кобринского и Каменецкого районов. В рамках проекта были разработаны и успешно применены на деле методы и способы взаимодействия сотрудников милиции с другими ведомствами. Все результаты, которые мы получили, они легли в основу при обосновании подготовки новой редакции «Закон об основе деятельности по правонарушению», который вступил 16 апреля в силу этого года. И в целом дает основания о том, чтобы положительно охарактеризовать все результаты, которые получили, и дает нам основания в дальнейшем продолжать в том числе и законотворческую работу по противодействию насилия в семье. Однако не обошлось и без проблем. В тройку самых насущных, по мнению главы области Константина Сумара, вошли такие, как рост алкоголизации населения, распространение в подростковой среде психотропных веществ – спайсов, а также подъем преступности в общественных местах. Поэтому поиск методов по решению этих набирающих силу недугов общества – главная задача, которую поставил перед сотрудниками милиции губернатор региона. Однако были вопросы и из другой плоскости. Один из них – кадровый. Если взять московскую администрацию, то, насколько помню, там почти 10 человек некомплекта. И приходится вот эти участки распределять между другими участковыми спектрами. Это возрастает нагрузка, что влияет на качество работы. Поэтому есть эта проблема и не в глубинке, еще раз хочу повторить, а наоборот, таких вот центров, как и Брест. Поэтому в этом направлении тоже будет работа вести, в первую очередь, по обеспечению жильем. Мы будем стараться сделать все, чтобы можно было обеспечить жильем. Таким образом, люди будут идти на работу. Все проблемные моменты были вынесены на обсуждение. В итоге выработаны направления деятельности на 2015 год. Оперативное совещание закончилось награждением лучших участковых инспекторов. Пятерыми с 50-ти врутили ключи от нового служебного автотранспорта. Остальные сотрудники профилактических служб органов внутренних дел Брестской области получили грамоты, нагрудные знаки и медали. До этого времени у нас на участке автомобиля не было. Поэтому практические задачи приходилось выполнять за счет личных транспортных средств. В сегодняшний день, получив ключи от автомобиля, приятно будет выполнять поставленные задачи. Я думаю, мы будем как-то более своевременно и быстро реагировать на те сообщения граждан, которые поступают к нам в Пинской ГУВД. Если брать средства мониторинга, которые проводятся по результатам и которые дают оценку уже устами самого населения, то я должен сказать, что отзывы неплохие. И, как правило, эти отзывы с каждым годом все улучшаются. И люди отмечают очень позитивное решение вопроса, позитивную оценку дают всем тем людям, с которыми им приходится сталкиваться, которым они приходят за помощью. Поэтому в этом плане люди очень хорошо оценивают работу участковых инспекторов и в целом работников управления внутренних дел. Виктория Дрогобецкая, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.